Турнир необычный. В памяти человека, который стоял у истоков этого вида спорта в Сибири и в Омске. Пришедшие гости, многие из которых знали Аганеса Павловича лично, рассказывали. За 40 лет работы преподавателем и тренером по фехтованию Аганес Крикорьянс подготовил 30 мастеров спорта СССР, 20 чемпионов и призеров первенства СССР. И в память о нем минута молчания и красные гвоздики к портрету. Некая такая передача эстафиты поколений, она наверное и получается, когда мы посвящаем соревнования каким-то выдающимся людям, внесшим определенный большой качественный вклад в развитие того или иного вида спорта. Ну наш турнир, вот яркий этому пример. Аганес Павлович, да, он действительно был одним из родоначальников фехтования вообще в Сибири. И в Новосибирске, и на Алтае, и естественно в Омске. И поэтому у нас вот такой вот межрегиональный турнир именно объединяет большие части сибирский федеральный округ. Очень хорошо, что к нам приезжают и наши друзья из Урала, из Пермского края. Если обращаться к истории, открытые соревнования по фехтованию берут свое начало с 2000 года. Сначала они проводились на призы Аганеса Павловича. После его ухода из жизни в 2011 турнир стал именоваться мемориалом. В программе соревнований личные и командные поединки на шпагах и саблях среди юношей и девушек. Одна за одной меняются пары. Конкуренция высока. Каждую секунду на помосте идет борьба умов и характеров. И еще интересный момент. У зрителей складываются ощущения, что спортсмены соперничают и в том, кто кого перекричит. Крик в первую очередь помогает думать, потому что, когда мы кричим, адреналин выплескивается в голову. И у нас становятся быстрее реакции, быстрее мысли, быстрее действия. Ну и соперника пугаем. За два дня фехтовальщики разыграли медали мемориала Аганесса Крикорьянца. В итоге юношеские соревнования в шпаге выиграл Андрей Пивоваров из Новосибирска. И была у меня техника к победе, то, что я начал атаковать. Хоть это и не моя стихия в атаке, я обычно сижу в обороне, но противники построили бой тоже в обороне. И мне пришлось просто атаковать. В том же виде оружия среди девушек победила Ева Дударькова. В фехтовании на саблях золото также досталось новосибирским мушкетерам Самандробеку Абдусатарову и Софии Кожуховой. А мечи также не остались без наград. Третье место заняла Татьяна Федорова в сабле. В шпаге бронзу завоевала Юлия Парушина. 18-й мемориал заслуженного тренера России Аганесса Крикорьянца уже в истории. А спортсмены в ожидании очередного состязания, где можно будет скрестить шпаги.